Конечно, все хорошо. Можно начинать. Начинаем, да? Да. Сейчас я откашляю. Спасибо большое, что мы проявили интерес, уважаемые господа, к этой теме. Немножко, честно говоря, больше дали времени даже организаторы, чем я планировала, но я надеюсь, что оно пригодится. Значит, тему, которую мы решили раскрыть, достаточно спонтанная, честно говоря, пришла идея делать такой вебинар, несмотря на то, что вопросы, которые заявлены в анонсе были, они, в общем-то, действительно имеют определенную правовую окраску, они страдают определенной, если можно так выразиться, неясностью правовой, неопределенностью. Мы получаем достаточно значимое количество запросов от клиник, рабочего в целом порядке, то есть никакой из них не является критическим кейсом, который необходимо там как-то вмешиваться всем миром. Нет, как правило, это рутинные вопросы, связанные с оформлением документов, связанные с распоряжением биоматериалов, связанные с неясным правовым статусом самих пациентов и так далее. Но появилось у нас два повода, наверное, для того, чтобы эти вопросы все объединить и попробовать поговорить про них. Если будут вопросы, буду рада отличать, потому что формат, насколько я понимаю, самой платформы, во-первых, позволяет их писать, во-вторых, мне почему-то представляется, что ни один из этих вопросов не будет частным вопросом, потому что проблемы, которые у клиник есть или у врачей в РТ есть, они плюс-минус одинаковы. Значит, первый повод – это доклад, который мы готовим для РАРЧа. Формат конференции, честно говоря, не позволяет его изложить подробно. Здесь я, наверное, воспользуюсь поводом. Это как раз онкопациенты, которому немножко больше, наверное, посвящего времени, чем, в общем, планировалось. Ну, может быть, минут 10-15 на них уйдет. Вот. И второй повод, конечно, называя вещи своими именами, это массовые запросы, которые происходят за последнюю неделю. Клиник, которые предлагают пациентам, которые не являются даже их пациентами, предлагают молодым мужчинам. Вне зависимости от того, состоят они в браке или партнерстве с женщиной, неважно, законсервировать головы клетки для последующего применения в каких-то теоретически возможных, очевидных, программах в РТ на фоне, так сказать, внешних событий, да, событий, которые происходят в Российской Федерации, связанные с мобилизацией мужского населения. Частично мобилизацией. Значит, клиники некоторые описывают это как некие предлагаемые акции, некоторые рекламируют это открыто, некоторые завуалированы, но в любом случае почти уверена, что каждый из клиник, ну или, по крайней мере, большинство из клиник, рассматривает для себя такую возможность, как увеличение потока пациентов, так и, в принципе, может быть, какой-то клиентоориентированный продукт, который можно предложить, и почему бы и нет. Значит, я хочу, так сказать, ну, видимо, боюсь поссориться с отраслью, и, конечно, не хочу всех там предупреждать о том, что все это глубоко неправильно. Вот, нет, в ряде случаев это может быть красиво упакованно, действительно, в юридически корректную конструкцию, вот, но предостеречь, наверное, от каких-то ошибок, с которыми клиники могут столкнуться как при реализации этих идей, так и в дальнейшем при, так сказать, использовании того биоматериала, который сейчас находится. Значит, те темы, которые были заявлены в анонсе, как три таких подтемы, являются достаточно условными, будем перетекать одну в другую. В общем, я не буду придерживаться, может быть, как такой строгой структуры, если позволите, потому что любая из них действительно сопряжена с соседней, поэтому, в общем, тема в целом единая. Сразу хочу сказать, что, на мой взгляд, совершенно несмотря на то, что я принимала прямое участие в формулировании, вообще темы вебинара, отложенное родительство, это абсолютно юридически, честно говоря, ничтожная формулировка, потому что действие законодательства у нас говорит только об отложенном материнстве, ничего другого на законодательстве не предлагают. Вот, и, наверное, забота отрасли, забота РАРЧ, совета РАРЧ, забота Министерства здравоохранения заключается в том, чтобы либо реагировать на запросы общества и делать это таким образом, чтобы все и всегда, в любую минуту находились в правом поле, либо, в общем-то, указывать медицинским работникам на то, что делать надо не следует. Потому что отложенное материнство у нас формулировка, которая достаточно давно фигурировала в доктрине и в медицинской практике клинической, нового законодательства была внедрена относительно недавно с 803-м приказом, когда появилась формулировка в качестве дополнительного нового медицинского показания для реконсервации половых клеток, питания репродуктивных органов и эмбрионов. До этого такого показания не было, поэтому, в общем, такая у нас номинка относительная, но, тем не менее, сейчас это все расширилось до некоего отложенного родительства, которое мы, в общем, попробуем сегодня разобрать. Так, а вот все, я тут владею вроде бы кнопкой переключения. Значит, правые ограничения. Вот прям сразу я попробую, несмотря на три следующих слайда, которые я сейчас покажу, которые, возможно, вызовут непонимание аудитории, зачем я это все показываю, потому что это достаточно очевидные вещи, я буду к ним периодически возвращаться, потому что это, помимо того, того, что это просто прямые нормативные акты, которые просто хорошо бы помнить, это еще и достаточно отрезвляющие нормативные акты, которые, ну, к сожалению, подавляющее большинство, я сейчас просто свое негодование, природу его, наверное, объясню, чтобы было понятно, правовых проблем вот у отрасли нету. Вот правовые проблемы заключаются в неправильном применении нормативных актов, которые есть. То есть, да, есть какие-то определенные лакуны, которые не отрегулированы, которые, к сожалению, не могут сильно по аналогии применяться, да, ну, то есть мы не можем взять какое-то похожее регулирование, похожую регуляторику, применить ее к каким-то похожим правоотношениям, потому что это не та сфера, которая может быть применена, и уж тем более она не может быть применена нами. То есть она не может быть применена ни клиниками, ни нами, как правовыми консультантами, применение заказательства по аналогии, возможно, только в определенных ситуациях. Вот, но не при оказании медицинской помощи, и уж тем более не при правовых советах, которые я там или мои коллеги или мисконсульты медицинских организаций дают своим, ну, там, условным клиентам доверить. Вот, самая большая проблема, к сожалению, это то, о чем медицинские организации регулярно забывают. Первое. Значит, ВРТ – метод лечения бесплодия, ничего другого. Клиники ВРТ, к сожалению, в этом как раз кроется проблема, наверное, причина проблемы, связанная в том числе и с вот этим вот уголовным делом, который уже в ходу и который рассматривается, да, который всем известен, и результат, который мы очень ждем, это окажет прямое влияние на большой объем практики и на, так сказать, юридическую оболочку очень многих процессов в вспомогательных револютивных технологиях, как это все должно оформляться. Это оказывает влияние на те услуги, которые клиники ВРТ предлагают своим пациентам. Это оказывает влияние на то, как они ориентируют пациентов на возможность в будущем использовать криоконсервированный биоматериал. Каким образом пациенты оформляют свое волеизъявление на его использование, в том числе после наступления к смерти. К сожалению, я не могу сказать, что это прям система, но я уверена, что мы с вами абсолютно это одинаково понимаем, потому что врачи-репродуктологи, которые работают ежедневно на, так сказать, этом рубеже клиники, которые регулярно с этим сталкиваются, решают вопросы частенько. Не лечение бесплодия, а получение людей. То есть ВРТ воспринимается не как метод лечения бесплодия, который в свою очередь является заболеванием, внесенным в МКБ. Есть определенная позиция, достаточно последовательная позиция Всемирной организации здравоохранения, что такое бесплодие, что такое лечение бесплодия. ВРТ не чаще всего, они регулярно воспринимаются, точнее, пациентами, прям сплошь и рядом. Но это будет еще полбеды, потому что пациенты специального познания в области медицины, в области справа не обладают, не должны ими обладать, они должны просто получать тот объем информации, который является достоверным в любую минуту, когда им захочется ее получить. Иногда даже возможно получить ее насильно, особенно когда они делают свой выбор. Но и клиниками ВРТ, к сожалению, отдельными представителями клиник, вообще не говорю за всех, но регулярно это встречается, ВРТ воспринимаются как технологии, которые есть в нашем распоряжении, которые понятны врачам-репродуктологам, понятны эмбриологам, понятны генетикам для того, чтобы фактически исполнить не медицинскую задачу, а социальную задачу. Отсутствие ребенка или желание родить его позже, или как сейчас с вот этими мобилизованными гражданами отдельно, я помимо того, что, так сказать, пройдусь, просто способ сейчас решить проблему, которая никак не связана с бесплодием. Но раз у нас есть такие технологии, то давайте их предложим, да, давайте будем их иметь в виду, и давайте мы, в общем-то, вопросы наличия у пациентов диагноза бесплодия, в общем, в данном случае становятся вторичными. Ситуации такие, к сожалению, крайне распространены, поэтому я буду возвращаться к этому слайду, ну, может быть, не перелистывать, для того, чтобы внимание аудитории там не занимать и не загружать с экран, вот, но я предлагаю просто вот это вспомнить, уверена, что это все прекрасно знают, это и есть и в законе, и имплантирована абсолютно такая же норма в порядок 803, в предыдущий 107-й порядок, то есть как бы нам законодатель в законе и регулятор Минздрав все время напоминает о том, что ВРТ – это метод лечения бесплодия. Значит, как только у нас законодатель изменит эту точку зрения или практика изменится, да, и мы будем воспринимать ВРТ как не способ лечения бесплодия, а как в том числе и способ решения социальных проблем, вообще точка зрения изменится. Я не реформатор законодательства в этой ситуации, я считаю, что законодательство достаточно понятно отражает эту проблему, потому что закон регулирует определенную отрасль, регулирует оказание медицинской помощи, медицинских услуг через медицинские вмешательства, да, то есть вот эти три у нас формулировки, три помятия упакованы друг в друга как матрешки, вот в статье, которая, ну, глоссарий, да, так называемая, вторая статья 323-го закона, который определяет основные понятия. Вот, и в данном случае ВРТ – это не что другое, как лечение бесплодия медицинскими методами. Следующее – показания для крееконсервации, потому что сегодня мы говорим только про крееконсервацию. Четыре показания. Значит, нигде не сказано о отложенном родительстве в целом, я сейчас в пункт В, да, вот я здесь повыделяла, что посчитала нужным, значит, перечень исчерпывающий. Давайте вспомним, когда принимался 803-й приказ, в июле 20-го он был введен в действие, в первой половине 20-го года он писался. Понятно, что он, ну, так сказать, является отражением каких-то более, наверное, свежих, да, новых, в сравнении там со 103-м, ой, с той 7-мым приказом, ну, как бы понимание отраслью самой себя, регулятором, потому что ясно, что и российская ассоциация продукции, человек принимал в этом непосредственное участие. Вот, поэтому, конечно, показания для крееконсервации биоматериала в сравнении со 107-мым приказом расширены, но, тем не менее, перечень этот исчерпывающий. Это дальнейшее использование при лечении бесплодия, то есть это не просто хранение для чего-то на лучший день или, там, для, ну, так сказать, для того, чтобы использовать при наступлении каких-то иных обстоятельств. Сохранение фертильности онкологически больных перед химией лучевой терапией, отложенное материнство, то есть это ситуация, когда нет заболевания, да, то есть это, тут отдельная противоречия, но тем не менее, сейчас я не буду критиковать приказ, какой есть, такой есть. Значит, это отсутствие заболевания, здесь в данном случае отложенное материнство имеет место. Ну, и донорство половых клеток, которые мы в данном случае не рассматриваем, да, ну, просто вопросу донорства, мне кажется, вопросов, ну, как правовых каких-то проблем особых не несут. Вот, если они есть, задайте отдельно, попробую про них поговорить, особо подготовка это не требует. Вот, значит, и следующее, наверное, что тоже надо помнить, это с перечень лиц, которые, перечень субъектов, которым вообще закон позволяет прибегать к ВРТ. Ничего здесь, несмотря на проблемы, связанные, опять же, с уголовным делом, вряд ли я буду его уже сегодня упоминать, но все равно, так сказать, законодательство в этом плане не изменилось. Одинокие мужчины, ну, если мы пользуемся этой формулировкой в терминологии, по аналогии как раз одинокая женщина, да, из перечня субъектов, которым доступны ВРТ, методы вспомогательных и опубликованных технологий исключены. А это означает, что мужчина, который не состоит на момент обращения за медицинской помощью в браке или партнерстве с женщиной, так называемый одинокий мужчина, то есть не имеющий партнерша на момент обращения за медицинской помощью, никаким технологиям ВРТ формально доступа не имеет. Это является огромной проблемой для решения вопросов, связанных, сейчас я переключусь на предыдущий слайд, с онкофертивностью, потому что пункт Б у нас прямо, так сказать, разрешает, да, и прямо указывает в качестве методопоказания химио-лучевую терапию, которая может оказать токсический эффект на, так сказать, гонадо-токсичный, да, вот как это архологи называют, на будущую продуктивную функцию, точнее, на нее вообще, да, слово «будущее», наверное, если не очень уж уместно, вот, но тем не менее, получается, что формально мужчины исключены и из пункта Б тоже, да, это, на мой взгляд, конечно, существенная, ну, не то, чтобы недоработка законодателя, просто законодатель не может за всем углядеть, это в любом случае забота отрасли для того, чтобы этот вопрос решить, потому что, причем отрасли обеих, это и отрасль ВРТ, и отрасль онкологическая, то есть, если мы говорим об этой категории пациентов, которые не должны быть забыты, да, то мы должны иметь в виду и мужчин, которые точно так же нуждаются в доступе к технологиям ВРТ, хотя бы в части креоконсервации собственных половых клеток или тканей репродуктивных органов. Ну, касается это эмбрионов тоже, но с эмбрионами немножко легче здесь. Значит, возвращаясь обратно вот к этой вот истории, значит, формально у нас никакие мужчины доступа к ВРТ не имеют. Одним из видов ВРТ является креоконсервация, креохранение половых клеток в кандерпродуктивных органах и эмбрионов, и 55-я статья, пункт 3 ее, который исчерпывающим образом определяет у нас перечень субъектов, которые имеют право на применение ВРТ, не дает им возможности это делать. Но в данном случае, так как мы сейчас не к одиноким мужчинам обращаемся, все-таки к врачам-репродуктологам и к лицам, которые решают эти вопросы, связанные с креоконсервацией, в том числе и для одиноких мужчин, соответственно, вот эта задача, она прямого решения не имеет. Я потом, там будет слайд, где мы пытаемся как-то предложить какое-то решение, потому что все-таки спрос на это есть, но тем не менее, здесь, наверное, это решение находится не в правовой плоскости, а в какой-то больше этической плоскости, тоже я про него потом подробно скажу. В общем, три слайда, которые я показала, они не с целью, так сказать, получать кого-то, спасибо боже, это просто то, что регулирует деятельность клиник ВРТ. То есть нам нужно помнить, что ВРТ это только лечение висководия, то есть это направлено на исключительно эту цель. Перечень субъектов у нас ограничен, и перечень медицинских показаний для креоконсервации, креохранения клеток тканей и тенихорготроводиодов у нас тоже ограничен. Соответственно, все, что вылезает из этого капустного ложа, вне зависимости от причины этого, от желания клиника, от желания пациентов, формально находится за пределами правового регулирования, и дальше как бы само по себе подтягивается на хорошие условия незаконные. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что из этого можно сделать. Значит, хочу показать слайд, который мне прислали. Я не прислали, я в одной соцсети увидела у коллеги, который, я думаю, что что-то подобное вы тоже где-то видели. Вот некоторые клиники, еще раз, вот я как вначале говорила, да, они пытаются предложить такую услугу рынку, советуясь, некоторые нет, но вот такого откровенного предложения, да, где, во-первых, никаких медицинских показаний нет, это, возможно, мобилизация у нас указана в качестве медпоказания. Ну, я отдельно опускаю, что запись на прием к эмбриологу, который, мне представляется, вообще не ведет прием пациентов, ибо не является врачом. Ну, ладно, это вообще другой вопрос. Вот, это как раз очень яркий пример, ни в коем случае не критикую клинику, не знаю, уважаемый клиник, наверное, Саратов, не знаю, не имелось, не работала с ним. Вот, тем не менее, яркий пример абсолютно конъюнктурного предложения. Я очень извиняюсь, я, конечно, могла для корректности, наверное, замазать название, замазать фамилию, но не стала этого делать, потому что, ну, клиника рекламируется, я считаю, что я тоже сейчас ее рекламирую. Вот, но абсолютно конъюнктурная история, связанная больше с, наверное, не столько медицинскими показаниями, сколько социальными показаниями, да, то есть я сейчас не критикую маркетинговую политику клиники, небольшой я в этом специалист, прямо скажем, не тот я сама с уверенностью в это делать, вот, но то, что, вот, скажем так, эта реклама имеет признаки, на мой взгляд, вот, как раз отступление от тех норм, которые выше я перечислила, и мы, оттолкнувшись от этого дальше, соответственно, будем рассуждать, ну, я, да, может, там с вашей помощью, какой-то будет вопрос, вот, относительно того, можно ли вообще эту услугу предлагать, но поскольку мобилизованные граждане, мобилизуемые граждане, в принципе, не отличаются ни от каких других мужчин, которые, не имея медицинских показаний, а имея только намерения, да, в будущем, как здесь написано, позаботиться о продолжении своего рода, с выгодой, или без выгоды, в принципе, могут обратиться, и, соответственно, нам нужно понимать, каким образом с ними дальше работать, то есть здесь, наверное, мобилизация является только поводом для того, чтобы поговорить о проблеме, как я сказала в самом начале. Значит, вот на этом слайде, сейчас немножко посидим подольше, у нас, исходя из того, что я сказала выше, да, есть вот эти вот проблемы, которые, которых нужно помнить каждый раз, к сожалению, я вот, мы как раз это, и к нашим клиентам, там, кто с нами работает, и кто обращается периодически, и на мероприятиях такого рода, и на конференции, радость, там тоже, если вопросы какие-то покупают, все время как мантру это повторяем, я хочу быть правильно понятой, есть категории юристов, не критикую коллег, просто у всех разные подходы, так же, как у медиков, у нашей профессии, тоже они различны, которые, ну, как бы, видят свою задачу в том, чтобы, вот, как бы, провести клиента, как бы, между законодательством, вот таким лазейчиком, более того, это очень часто бывают запросы клиентов, вот мы знаем, как вообще закон работает, но нам нужно так, чтобы мы, как бы, именно законом чуть-чуть прошли, вот мы тут вот так вот чуть-чуть, ну, здесь приступим, да, но здесь вроде небольшое нарушение, чуть-чуть небольшой штрафик, как бы, будем иметь в виду, что в случае чего, там, мы его уплатим, риски небольшие финансовые, опять же, сроки, там, на всякие роды, роды административные, вот, наказания, но, в общем, как бы, задачи юристов ставятся клиентам, да, доверителям, и юристами многим воспринимаются, более того, даже некоторые юристы считают, что это, как бы, просто мерило качество работы, это как раз, вот, знание таких дырочек в законе, закончики, да, для того, чтобы вот, что-то, как бы, между сделать. Проблема только заключается в том, что отрасль ВРТ, это вообще не та, так сказать, не та правовая, правовой ландшафт, вот так я бы выразилась, простите за пафос, в котором отследуют дело, потому что субстанция, с которой вы работаете, то есть фундаментальные права человека, право на родительство, рождение, не просто появление какого-то финального результата в медицинской услуге, а рождение субъекта права с всем комплексом прав, который, соответственно, каждому из нас присущ, да, в момент рождения, как наша конституция, которая в данном случае абсолютно не отличается от конституции иных стран, вот, нам гарантирует и комментирует права человека, с которым мы, несмотря на то, что вроде как Российская Федерация вышла, все-таки давайте будем ориентироваться как на лучший пример, вот, защиты наших с вами фундаментальных прав и, соответственно, декларированные их, вот, отрасль ВРТ, это не та отрасль, с которой, следует шутить, это мое глубокое убеждение и на это мы ориентируем все-таки наших доверителей и стараемся, спасибо там, Рарчи приглашает, да, иногда что-то подобное сделать, тоже стараемся это делать, достаточно правовых конструкций, нормальных работающих, для того, чтобы в русле правового поля работать. Ситуации, с которыми мы сталкиваемся, они, конечно, все серы, так же, как и вы видите, всегда только болезнь, мы тоже всегда видим только проблемы. При отсутствии проблем к нам не приходят, вопросы не задают, и мы точно так же, как врачи, адвокаты, в этом плане абсолютно идентичные такие субъекты, то есть мы видим всегда, когда что-то уже спрошлось, это несколько искажает, конечно, нашу оптику, взгляды на проблему, но тем не менее, вот, в общем, такую я какую-то вводную взяла, давайте вернули к сваде. Значит, ограничения, которыми нужно руководствоваться, вот я, наверное, так долго говорила, для того, чтобы вот к этому выводу прийти, то есть не пытаться их преодолеть, спасибо Боже, а не пытаться предложить клиенту какую-то вот серую зону, для того, чтобы впоследствии попытаться ее использовать, потому что ничем хорошим это все равно не кончится. Значит, исключение из перечня лиц, имеющих право на ВРТ, мужчины, не стоящие в браке или партнерской женщине, невозможность применения любых программ в отношении одиноких мужчин, кроме донорства, это донорство, опять же, мы не рассматриваем, потому что совсем другая правовая категория, уж точно совершенно, они обращаются для консервирования не в связи с желанием участвовать в будущем в качестве донора в программ. Ну, это я тоже не исключаю, но это другая правовая, другой правовой вопрос, сейчас пока не пункт, они, видите, не от номера у меня, но возможность для консервации исключительно для цели определенных пунктов 31. Еще раз подчеркиваю, что перечень этот исчерпывающий, другого нам регулятор не предлагает. РАРЧ, как организация, которая имеет отношение прямое к все-таки созданию такого рода документов, может что-то дополнить и будет, наверное, ну, я целесообразность такой, честно говоря, не ощущаю, но, может быть, его только увидят. Значит, для мужчин это последующее лечение бесплодия, которые диагностированы на момент консервации. Это принципиально важно, поскольку, если приходит мужчина, который, так как мы про мужчину здесь говорим, как у меня здесь написано, значит, либо бесплодие у его партнерши уже диагностировано, либо для супруги, ну, я так понимаю, в принципе, законодатель у нас одинаковый, понимает по статусу партнерши и жен, поэтому я тоже, как бы, периодически это так, то всяко называть. То есть, на момент клироконсервации диагноз бесплодия должен быть обязательно подтвержден. У меня будет дальше следующий слайд по поводу того, каким образом мы видим решение из этого, но, наверное, здесь больше проблема когда-то, но решение попозже. Сохранение фертильности мужчин, имеющего диагностированное злокачественное бухлевое образование и применение в программах отсроченного материнства их жен и партнерш. Это тоже принципиально важно, исходя из того, что я уже выше сказала, и мне очень, я очень надеюсь на то, что я была правильно понята. Отсроченного родительства в законодательстве нет. Отсроченное материнство работает формулировка в отношении, естественно, женского пола. Поэтому, если речь идет о криоконсервации половых клеток, ну, тканей репродуктивных органов, наверное, вряд ли в этой ситуации, ну, вам в ней, но я чуть не раз таки не сталкиваюсь, ну, конечно, это в другой ситуации. Но если речь идет о криохранении спермы для отсроченного родительства некоего при отсутствии жены и партнерши, то у нас, опять же, эти мужчины сразу вылетают из правого поля и медицинские услуги им оказываться не могут. То есть, у него в любом случае на момент обращения в клинику должен кто-то быть, и это должно быть обязательно зафиксировано в медкарте, для того, чтобы клиника не выглядела как мимо порядка, оказавшая услугу. Да, ну, если, так сказать, речь идет об обращении сразу к эмбриологу, а не к врачу-репродуктологу, или совместный прием у нас там отсутствует, то, наверное, сгодится. Но вообще, если мы говорим о том, что это, с одной стороны, мы должны подружить запрос пациентов с возможностями клиник, да, то есть, если бы я просто говорила, это спрещено, вообще ничего не делаем, то я думаю, что полутора-полтора часов вашего времени не требовало. Просто всем бы разослали, ребят, нельзя-нельзя. Вот, и дальше делайте, что хотите. Но наша задача какое-то решение найти. Ну, и донор, тоже, опять же, не могу не упомянуть, но правового значения не имеет. Значит, дальше, следующая проблема, это прижизненное распоряжение и посмертное распоряжение. Попозже тоже буду про это говорить подробно, но так как это общий слайд, который все правовые проблемы, так сказать, сгружает в единый список, прижизненное распоряжение исключительно для цели определенных пунктов в 31 порядка, потому что никаких других целей для клиник-консервации быть вообще не может. Опять же, к регулятору вопрос и делегирование полномочий по распоряжению материалом для каждого протокола отдельно. Здесь отдельно поясню. Пациенты при оформлении документов у клиник, у всех они по-разному сформулированы, но содержательно плюс-минус одинаковые. Во многом клиники отталкиваются от тех норм, которые предлагает в 803-м приказе МИЗДРА, ужасное, на мой взгляд, информированное согласие, но какое есть, МИЗДРА не постарался. Здесь надо сказать, что отрасль ВРТ ничем не отличает от остальных отраслей, ни у кого нет хорошего информированного согласия данного МИЗДРА, несмотря на то, что МИЗДРА в Мининовой для вместе создать форму ДСФ для всех, еще законник Мининов был 10 лет назад. 11 теперь уже. Тем не менее, клиники пользуются той формулировкой, которая есть, тем вектором, который скорее так будет корректно, МИЗДРА вдаёт. И, соответственно, пациенты заполняют какие-то там формулировки, которые разрешают использование их приэкономерированных половых клеток в будущих программах ВРТ, и в том числе очень частая ситуация, тоже никакой Америки вам не откроют, вернее, короче, меня знаете, когда и хотят, например, мужчины приходить дальше в клинику и делегируют своим женам или партнершам право на распоряжение и половым клеткам в будущих программах ВРТ. И то же самое касается и эмбрионов, например, абсолютно то же самое. есть не очень хорошая судебная практика, не очень хорошая для клиник, не очень хорошая для женщин, которая сначала практика Верховного Суда, как ни странно, появилась, ну, это довольно, ну, такой трек необычный, обычно практика снизу, как сформироваться, Верховный Суд ее цементирует, но бывает ситуация, когда наоборот складывается некая практика, Верховный Суд ее ломает и дальше из какого-то конкретного решения, либо из Пленума Верховного Постановления Пленума Верховного Суда, либо из обзора судебной практики, это вот три формы жизни, в которых, так сказать, живет Верховный Суд, у нас образуется некое суждение У Верховного Суда по спорам той или иной категории. И Верховный Суд в 2018 году, пересмотрев конкретное дело, то есть это не было обзор судебной практики, это не было постановление Пленума Верховного Суда, это было решение по конкретному спору, тем не менее, они все публикуются, что Верховный суд прекрасно знает, какое решение каждое его по конкретным делам оказывает на судебную практику в целом. Несмотря на отсутствие у нас претендентного права, все равно Верховный суд, как один из высших судов, у нас всего два, еще и Конституционный, соответственно, безусловно, оказывает не то, что влияние, а прямо формирует практику, в том числе Верховный суд. Так вот, Верховный суд вынес решение, с которого следовало, что на каждый протокол ВРТ должно даваться отдельное согласие, в данном случае он рассматривал дело о мужчине, но спор между мужчиной и женщиной об оспаривании отцовства. Надо сказать, что после этого уже было несколько судебных решений, в том числе одно из дел, в которых принимал участие наш доверитель, ну и мы, соответственно, тоже, да, получается, от него, несмотря на то, что там дистанционно, это дело было в Мурманске рассматривалось, вот, мы туда не ездили, но дистанционно судьбом коммуницировали. Так вот, опять же, очередное решение было вынесено, из которого следует, что каждый раз мужчина должен давать новое волеизъявление на использование его биоматериала, либо использование эмбрионов, полученных с использованием его половых клеток, в каждой новой программе ВРТ. То есть нельзя дать некое общее абстрактное согласие на бесконечное количество этих циклов, поскольку каждый раз он должен понимать, каждый раз он должен осознавать, каждый раз принимать новое решение, согласен он на использование или нет. В противном случае он имеет право оспорить отцовство и успешно его оспорить, потому что по мотивам отсутствия его согласия. То есть, несмотря на то, что из клиники и Минздрав, я в данном случае могу только, прошу прощения, возмутиться, конечно, тем, что он никаким образом на это не реагирует, и уж тем более при создании 803-го приказа не приходило в голову такие правовые конструкции, несмотря на то, что 803-й приказ был в 2020 году, а решение Минздрав было в 2018 году. И поэтому, естественно, Минздрав мог бы посмотреть на то, каким образом суды рассматривать дела в определенных категориях по отрасли и сделать свои выводы, но тем не менее, опять ориентировать отрасль неправильно. Но, с другой стороны, вообще не первый раз, поэтому здесь можно порекомендовать только... Ну, следующий слайд покажу, там будут эти решения. Ну и посмертное распоряжение. Здесь я делаю такой декларативный вывод. Сейчас я расскажу поподробнее, почему применение эмбрионов возможно, а применение половых клеток в постмортальной репродукции, в программах ВРТ после смерти пациента невозможно. С правовой точки зрения совершенно невозможно, и никакого правового решения в Российской Федерации на этот счет не существует. Посмертное распоряжение возможно только для дальнейшего приохранения транспортировки в другую медицинскую организацию и утилизации. Поэтому, когда пациенты пишут, наделяя своих близких, наделяя родителей, наделяя своих жен или партнерш, ну, я допускаю, что братьев и сестер сама, честно говоря, такого не видела. Чаще всего это родители, матери, бедеря, либо женам. Ну, если мы говорим про мужчин, про женщин тоже, кстати, довольно большая редкость. Вот, если только вот онкологические пациентки, когда речь идет об эмбрионах, да, но тем не менее применение, если они абстрактно указывают, разрешаю использовать или решать судьбу, ну, какая-то такая формулировка, вот, то мы опять упираемся в возможность использования ровно так, как говорит у нас 803-й приказ, и ровно так, как у нас говорит 55-я статья нашего закона, вашего закона об осмотре охрана здоровья. Лечение беспроводное. То есть у нас образуется ситуация очень распространенная, я думаю, что вы тоже с ней многие сталкивались, когда у нас есть безутешные родители, у которых погиб от онкологического заболевания или в каких-то иных обстоятельствах, особенно вот, связанных, например, со специальной военной операцией, которую у нас проводят. Я так догадываюсь, что дальше эти кейсы, ну, если не как снежный комп повалятся, но уж точно не будут единичными, да, то есть вне зависимости от причин, пациенты, чьи половые клетки хранятся, погибают, и остаются люди, которые хотят их каким-то образом использовать. Ну, вот для того, чтобы их использовать, у этих людей должно быть бесплодие. Ну, вот просто больше ничего закон не предлагает. Мы опять возвращаемся к тому, что клиники многие, опять же, тоже не хочу никого обижать, там пальцем уж тем более не могу указывать, потому что это очень часто латентная история, то есть нельзя у кого-то кейс вытащить и сказать, вот, посмотрите, какие негодяи, хотя можно, то есть я вот если бы была такой, в общем, такая задача стояла, конечно, прививаю это в пример, вот, но давным-давно не оценивается, и уж вообще никогда не оценивается с половой точки зрения, как некая доблесть, когда из половых клеток погибшего мужчины фактически изготавливается без медицинских показаний, по социальным показаниям, с целью получения ребенка генетически родственного от близкого человека для его матери, для, ну, вот, не знаю еще кого, в том числе и мать рожает, такие истории есть, я думаю, что вы тоже это все знаете. И когда это, там, 10-12 лет назад, 8 даже, может быть, еще это действительно докладывалось на конференциях, как некий успешный кейс лечения, вот, скажем, хочется спросить, какое лечение, что лечит в данном случае, какую проблему лечит, это действительно социальные показания, которые никаким образом у нас пока что законодательно не урегулированы. Я не говорю о том, что это плохо, невозможно, аморально, это вообще вопросы, которыми, ну, вообще игристы, неграмотные, я не смею надеяться, что, в общем, я еще такая, простите за, может, не очень корректную формулировку, но ты меня вообще не можешь оперировать, да, то есть вопросы, там, эти кеморалии, безусловно, базовые, безусловно, право на них должно основываться, но вот в этой ситуации мы должны ориентироваться на то, каким образом у нас законодательство это выписывает. И при том, что есть масса лакун в законодательстве или противоречий, за которые я, как активный правоприменитель, да, могу его ругать и указывать, что у нас неправильно, что нужно менять, и дальше, кстати, несколько слабых как раз, что вообще у нас требует активного очень изменения законодательства, это касается онкологических пациентов, сейчас покажу, тоже слабить, поговорить про это немножко, вот, но тем не менее, в части, в отрасли ВРТ в целом, да, то есть никаких у нас, вот я уже так говорила в начале, извините, что повторяюсь, никаких, ну, прямо таких вот ужасных противоречий, которые вот говорили о том, что у нас какая-то часть пациентов, вот социальные показания их не учтены, нельзя сказать, что у нас законодательство не урегулировано. Давайте вместе признаем, что у нас есть социальные проблемы, которые могут быть решены методами ВРТ. Так оно и есть, люди решают эти проблемы методами ВРТ, клиники в этом помогают, очень часто забывая, что они занимаются лечением при наличии медицинских показаний определенных заболеваний, иногда прекрасно об этом помнят, но осознанно это делая, опять же, это все, я совершенно не критикую, хотя это не законно. Вот, но тем не менее, давайте мы тогда просто это признаем, давайте какую-то проведем работу, может быть, действительно, обратимся к органам управления РАЧ, обратимся в Минздрав, для того, чтобы признать, что у нас есть социальная проблема, это же касается изыноких мужчин, не страдающих бесплодием, а страдающим отсутствием партнерш, да, то есть тоже проблема, которая не носит никакого медицинского характера, но носит социальную нагрузку, и в том числе достаточно значимую, потому что по какой причине эти люди, скажем так, при наличии медицинских технологий исключены как раз вот это вот родительство, которое мы говорили, которое вынесем в блок заголовок сегодняшнего мероприятия. Возвращаясь обратно, социальные показания сами по себе никаким основанием, к сожалению, применения горты не является. Значит, дальше, как мы попытались из этого выкрутиться? Возможно, решение правовых затруднений. Значит, при обращении мужчин за криоконсервацией половых клеток, если они состоят в браке или партнершей с женщиной, мы рекомендуем с самого начала оформлять это приемом врача-репродуктолога с информацией в соответствующих медицинских документах, даже если нет диагноза бесплодия, а криоконсервация ни у кого, ни у мужчины, ни у женщины, ну, либо в целом, да, потому что считается, что бесплодия, когда это пара, вот, и если основанием является программа отсрочного интереса, у нас в любом случае не должно в медицинских документах фигурируется одинокого мужчины с точки зрения, ну, законодательства, как он, ну, у нас нет такого понятия, мужчина одинокий, я это сама, как бы наша такая формулировка, не состоящая на момент обращения к медицинской помощи в браке или партнерстве с женщиной, ну, не знаю, как еще их определить, вот, поэтому, значит, очень хочется предостеречь клиники, конечно, от каких-то подсадных партнерш, потому что для решения вопросов одиноких мужчин, клиники, суррогатное агентство, некоторые такое предлагают, мы сами видели рекламу, мы сами видели те договоры, вот, тоже, как бы, не комментируют, проблема только в том, что срочное материнство, если, опять же, сгадаясь, ничего не изменится, это проблема, которую вы должны будете решать для партнерши, вот в чем дело, то есть, клея-консервация половых клеток мужчины с подсадной, так сказать, да, там, как-то не твой, подсадной партнерши, не решит проблему дальнейшего использования этих половых клеток, если партнерша куда-то не идет в туман, то есть, если она потом не придет, то использовать это, опять же, никуда нельзя, ну, может быть, у него появится какая-то другая партнерша, которая тоже, вроде как, будет нуждаться в использовании для отсрочного материнства, но в любом случае их нужно как-то в документах с самого начала опознать как пару. Дальше, возможность реконсервации для цели определенных путей, ну, на этом я уже немножко посидела, на предыдущем слайде повторяться не хочу, то есть, здесь проект нужно помнить и, соответственно, тоже постараться все-таки это не, ну, как бы не увлекаться расширением этих показаний. Оформление заявлений на применение креоконсервированных правополовых клеток. Это как раз то, о чем я говорила, когда я говорила про судебную практику и Верховный суд. Значит, для того, чтобы, ну, как бы так выразиться, конечно, споры пациентов друг с другом, это не проблема клиник. Они потом судятся, они потом оспаривают отцовство, они, это их как бы сложности, потом непонятно, как бы, куда там этих детей девать. Между собой они там вроде как разберутся. Клиники привлекаются третьими лицами, и каждый раз мы, решая вопрос, какую мы позицию избираем в процессе, к сожалению, адвокатов привлекают, когда уже все случилось, очень часто. Иногда привлекают, когда еще решается вопрос, но так же, как врачи, частенько уже ситуация ургентная, и надо уже работать с тем, что есть, короче. Вот, поэтому уже все случилось, они уже, пациенты уже судятся между собой, из документов юридически значимых, которые оформляли программу, следует, что пациенты, вот я тогда сразу буду комментировать и оформление заявлений, и оформление любых заявлений от пациентов, то есть третьей и четвертой пункты. Так просто будет органичнее. Значит, получается, что у нас, мы рекомендуем делать заявление на определенное количество циклов, если нет какой-то объективной возможности делать это для каждого протокола, идеально для каждого протокола, когда это будет полностью соответствовать позиции Верховного суда. Но для того, чтобы все-таки это было удобно и пациентам тоже, и в некотором роде Верховный суд не запрещал этого, да, то есть мы исходим из того, что Верховный суд оценивал конкретные обстоятельства всего лишь, да, то есть он говорил о том, что для этого протокола, следующего протокола, второго, не было согласия мужчины. Поэтому считаем, что он как бы без согласия было произведено. Вот, но если бы было согласие, например, на два, или мы ограничиваем либо количеством, либо до определенного количества, думаю, что Верховный суд, наверное, более лояльно бы посмотрел на эту ситуацию. Вот, поэтому либо мы можем предложить, либо указывать все-таки для каждого протокола брать согласие мужчины, как угодно, пусть приезжает. Это, в конце концов, его и увлечение точно такое же. Вот, и либо с указанием ограниченного количества протоколов. И следующая проблема, которая за этим тянется, и я тоже думаю, честно говоря, что никакая клиника от нее не избавлена, это заявление, которое пациенты приносят, либо присылают, да, у нас же, особенно те, кто работает в МЭСе по межтерм, или клиники, которые, в принципе, принимают у нагородных пациентов, уже принимают, уже все, ну, то есть это, как бы, они тоже не смотрят на прописку, да, это потом судиться неудобно в других регионах. Но про это тоже никто не думает, про участок адвокатов, которые видели. Вот, тем не менее, я понимаю, что это неудобно, особенно еще и пациенты с границ, когда находятся, вообще ужасно, это вообще все непреодолимо. Тем не менее, законодательство, ну, вообще никаким образом не отступает от этой ситуации, а практика говорит о том, что юридически значимые документы, документы, которые оформляют волеизъявления пациента, документы, которые оформляют согласие пациента на медицинское вмешательство, подписываются пациентом, а не супругой пациента, партнершей пациента, дома оформляем, пересылаем по электронной почте, либо супруга или партнерша привозит, как это очень часто бывает. Я не могу сказать, что 100% этих документов упречны. Чаще всего они хороши, пациент сам все подписал, и зачем ему ехать, когда там эмбрионы уже хранятся, допустим, да, зачем ему физически приезжать, как достаточно одной партнерши или супруги. Вот. Но ситуации, когда они подписывают не сами, к сожалению, они, опять же, я допускаю, что мое сознание искружено, потому что мы видим только судебные кейсы, в которых в каждом первом так. То есть у нас в каждом первом, какой берешь, у нас подписала супруга. И каждая вторая супруга, в этом каждом первом, в этом субу признается. Да, я сама подписала. Да, вот мы уже к тому времени расстались или ссорились. Ну, здорово. Клиника только могла бы это прекрасно проконтролировать и не рождать огромную проблему, связанную с рожденными детьми, с вопросами алиментных обязательств, с вопросами наследования. Я еще раз призываю просто помнить, что вот субъекты, с которыми вы работаете, результат вашего труда, прекрасный результат, касающийся наступления беременности, точнее, заканчиваясь наступлением беременности, рождением ребенка, с медицинской точки зрения, с социальной точки зрения, прекрасный, но тем не менее, должен быть столь же, ну, как бы, в идеале, да, чистым, с правовой точки зрения. Вот. И это не очень трудно, но просто юридическое оформление и вот эти вот бумажки досадные, да, они очень часто воспринимаются, ну, правда, очень часто. Это же я тоже не из вредности все говорю, просто мы тоже устали уже бесконечно одной тоже это разбирать. Как, ну, некий такой досадный ворох, когда программы начинаются до оформления документов, а потом они дооформляются. Либо не дооформляются, потому что все про это забывают, потому что уже не до чего, потому что пациентка уехала. Ну, в общем, вот я уверена, вот уверена, что вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Потому что в каждой клинике, особенно клинике, которая работает на потоке, полно таких проблем. Другое дело, что они всегда, их как бы осознаешь, и самое грустное, это то, что осознаешь их невосполнимость этих документов, тогда, когда проблемы эти возникают. Мне очень хочется просто, чтобы клиники не самоустранялись от проблем пациентов, потому что их в последующем собственные судебные споры, да, ну, как бы, наверное, не очень хорошо, чтобы клиника их провоцировала. Поэтому, пожалуйста, если есть такая возможность, даже если нет такой возможности, защите, пожалуйста, ее наладить в внутренние процессы клиники каким-то таким образом, чтобы заявления от пациентов были в присутствии ответственных лиц, то есть, написал администратор, врача, еще кого угодно можно изобрести, сюда вписать, ну, это вот первый, кто ему пришел в голову, значит, и не принятие документов, подписанных вне клиники, если эта подпись только пациенту не заверена нотариально. Не надо заверять нотариальное волеизъявление пациенту, просто подпись. Это очень дешевая нотариальная услуга. Когда нотариус, тоже это нужно понимать, да, у нас есть заверение, нотариальное волеизъявление, доверенность, например, либо нотариальное заверение, просто подпись. То есть, нотариус не вникает вообще в текст, который там написан, просто фиксирует, что вот этот человек, который предъявил документы, удостоверяющие личность, в его присутствии ставит свою закорюку. Все. Дальше ставится штамп, Это очень дешевая услуга, причем с точки зрения материальных пошлий. Но и во всем мире точно так же она прекрасно удовлетворяется. Это касается, кстати, пациентов, которые находятся за границей. И последний пункт – это бросовьтесь на разъяснение пациентам ограниченных возможностей применения биоматериала. На мой взгляд, это очень важно, потому что на момент, когда биоматериал реконсервируется, переохранится, начинает реконсервировать, давайте с этого этапа, пациенты находятся в иллюзии, иногда формируемой клиниками даже, наверное, так можно выразиться, о том, что биоматериал может быть использован каким-то иным образом, но в первую очередь, конечно, это постмортум, то есть для того, чтобы в дальнейшем получить эмбрионы и каким-то образом продлить память о человеке, биологическое существование, генетического материала, что угодно здесь можно сказать, но не его самого, конечно, в то время как закон этого делать не позволяет. Опять же, это не некий стеклянный потолок, его можно пробить, можно отрегулировать законодательство так, чтобы это было возможно. В некоторых юрисдикциях это работает. Самым ярким примером является Израиль, государство, которое является воюющим государством и из четырех своих соседей имеет мирный договор только с одним Египтом. Ой, с одной Ордами, извините, Египта как раз не имеет, я большой геополитик. Но тем не менее воюющее государство, которое ценит своих солдат. И, кстати, вот тоже, когда вся история с мобилизацией началась, Саниславовичу Корсову позвонил в тот же самый день, просто поделиться, наверное, тем, что военно-медицинская академия, имея, в общем-то, полномочия, наверное, и имея прекрасный материал для того, чтобы выйти когда-нибудь ранее с какой-либо инициативой, в принципе, о создании такой программы клеоконсервации половых клеток, тем не менее, этого не сделала. Наверное, ровно по той же причине, по которой мы все, потому что никто не ожидал, что вот эти теоретические вещи, которые там как-то всеми осознавались, наверное, какое-то прикладное значение будут иметь. Но тем не менее в Российской Федерации такого регулирования нет. Если мы его придумаем, если сейчас какие-то последуют организационные решения, в том числе со стороны отрасли, это, может быть, будет неплохо, и тогда и мы все будем в правовом поле, в нормальном, не будем собираться на такого рода вебинара, по крайней мере, для того, чтобы вот эти темы обсудить. Значит, про онкофертильность, учитывая то, что я уже 45 минут говорю про онкофертильность, вот пока этот слайд повисит, я скажу, чем вызван, так сказать, наш интерес к этой теме. Во-первых, конечно, вопрос клеоконсервации, клеохранения половых клеток тканей, репродуктивных органов, здесь это как раз очень органично, и эмбрионов тоже является показанием, один из четырех, для клеоконсервации, клеохранения половых клеток, в целом, однако здесь, помимо регулирования чисто в РТ отрасли, присоединяется 116-й порядок, точнее 116-й приказ, который утвердил соответствующий порядок свежий, да, онкологическое оказание медицинской помощи пациентам взрослым, взрослым населением при онкологических заболеваниях, и, соответственно, анализ вот этого массива не очень большого, но тем не менее, законодательства, базового федерального закона, двух приказов на здраво, которые регулируют одну отрасль и другую отрасль, и клинических рекомендаций 2019 года и женское бесплодие 2021, по-моему, года, клинические рекомендации, ВРТ, искусственные семинации и женское бесплодие, показало наличие непреодолимых в настоящий момент правовых противоречий и неурегулированности ряда вопросов, которые требуют решения. Могу сразу сказать, что решение это, ну, если оно не найдено, то, по крайней мере, оно нащупано, и я сейчас там, может быть, будет, я попрошу тогда организаторов, да, если будет интересно кому-то, чтобы в эту презентацию, ну, совершенно не жалко, чтобы ее всем разослали, но кому интересно, потому что там будут слайды, связанные с предложением, которые выработаны совместно нашим бюро, Институтом онкологии, МИЦ теперь называется, онкология Мини-Петрова, для того, чтобы попробовать предложить Минздраву внести соответствующие изменения в 803-й НПК, поскольку пациенты, которые страдают онкологическими заболеваниями, которые имеют на момент обращения за медицинскую помощь подтвержденный диагноз злокачественного образования, они оказываются исключены из правового регулирования напрочь. Они забыты, и, конечно, это большая категория пациентов, которые требуют участия не только, даже, наверное, не столько врачей-репродуктологов, сколько врачей-онкологов в их лечении, соответственно, проблема, которая может быть решена, она должна быть решена, причем как можно скорее, причем путем объединения усилий представителей обеих отраслей. Пробелы, которые мы выявили, вот этот слайд я, кстати, нарачи показывала, поэтому, может быть, если кто-то повторно, я так приношу изменения, извинения за то, что мы его дублируем. Проблема, о которой я уже говорила, это отсутствие доступа к МВРТ одиноким мужчинам, то есть мужчинам, которые не имеют партнерства или брака с женщиной на момент обращения за медицинской помощью. То есть получается так, что у нас креоконсервация половых клеток медпоказанием является, однако федеральный закон их не видит вообще, вот этих пациентов. Причем эта ситуация не может быть решена на уровне регулятора, это проблема, которая может быть решена только на уровне федерального законодателя. И в этой части мне представляется как раз необходимо обратиться к Федеральному, может быть, Комитет по охране здоровья Государственной Думы, наверное, будет наиболее уместным в данной ситуации, для того, чтобы соответствующие изменения в 23 закон были внесены хотя бы в части лиц, которые страдают онкологическими заболеваниями. Значит, 803 приказ содержит, на мой взгляд, конечно, даже не правой пробел, а грубое противоречие, которое, ну, странно, что оно вообще там появилось. То есть, конечно, злокачественное новообразование у нас в приложении номер 2 к приказу, который регулирует, содержит перечень, точнее, противопоказаний. Злокачественное новообразование любой локализации, входящей в соответствующие рубрики МКБ-10, исключает их из пациентов, которым ВРТ может быть показан. Рядышком у нас присутствует примечание, где написано вопрос о вопросе возможности сохранения пунктиных пунктов, решается совместно с врачом-онкологом. Отсюда мы делаем вывод, который содержится в последнем столбце, о том, что соответствующий пункт приложения противоречит примечанию к нему. То есть, наличие злокачественных новообразований уже не является противопоказанием, является поводом для получения консультации врача-онколога. Онкологи в данном случае поддерживаются с той точки зрения, что это не противопоказание, и необходимо совместно решать вопрос сохранения фертильности. Ну, собственно, так, как 803 приказ в примечании к этому противопоказанию предлагает. То есть, здесь нужно просто это подкрутить законодательство для того, чтобы оно как-то все ровно смотрелось, и мы все не решали каждый раз эту проблему как в первый раз. Значит, дальше, значит, сам приказ 803, порядка оказания медицинской помощи пациенту, имеющим злокачественные заболевания, не содержит. Ну и, соответственно, у нас есть вот предложение по внедрению 803 приказ отдельного раздела по аналогии с пациентами, страдающими, имеющими ВИЧ-инфекцию, потому что они не забыты, а вот онкологически забыты. Поэтому, соответственно, мы полагаем, что необходимо, конечно, этот 803 приказ внедрить. Значит, дальше, сами по себе клинические рекомендации и одни и другие в РТ искусственной инсеминации и женское бесплодие говорят не только о креоконсервации половых клеток, но допускают проведение в реальной стимуляции пациентам с онкологическим диагнозом. Клинические рекомендации в данном случае, конечно, расходятся с 803 приказом. Это само по себе абсолютно типичная ситуация в регуляторике медицинской. Это бывает, здесь неплохо, нехорошо, но, тем не менее, для того, чтобы, так сказать, каждый раз врачи, репродуктологи и онкологи не решали этот вопрос с нуля, соответственно, клинические рекомендации должны быть дополнены, и, скорее всего, это должно быть какое-то поле для такого мультидисциплинарного подхода и, одновременно, врачи-онкологов и врачи-репродуктологов. В этом врачи-онкологов в первую очередь, потому что все-таки это их пациенты, а врачи-репродуктологи, как это не может быть обидно звучит, в данном случае являются, ну, такую, выполняют, как бы, вспомогательную, слово обслуживающую, наверное, совсем обидно, но вспомогательную функцию для этих пациентов. Значит, ну и, конечно, погрешность терминологии, это уже наша предирка, значит, в клинических рекомендациях ВРТ, искусственный интеллект, это, ой, извините, да, я понимаю, что в том числе есть вопрос про искусственный интеллект и медицин, и поэтому и не всегда одинаково, значит, искусственная интеллекта, придирка связанная как раз с тем, что вот в этих клинических рекомендациях онкологическое заболевание именуется то основным, то сопутствующей патологией, и поэтому, ну, это немножко странно. Ну, онкологи полагают, что это, конечно, основное заболевание, что-то мне подсказывает, что, наверное, не только онколога, то есть, конечно, не сопутствующее заболевание для лечения бесплодия. То есть это не может быть бесплодие ведущего заболевания, онкологическое заболевание всего лишь сопутствующее, да, разумеется, здесь ситуация наоборот, но клинические рекомендации ВРТ и искусственные интеллекты, очевидно, писали не онкологи, поэтому здесь, я думаю, что тоже нужно объединение усилий для того, чтобы регуляторика была, все-таки не только отражала, так сказать, новейшие научные подходы, но и была удобна для ее применения. Я здесь просто говорю как юрист, как человек, который, ну, как видит текст и желает его нормально применить, да, прозрачно, с определенной правовой, так сказать, ясностью, определенностью для того, чтобы клиент не страдал, да, чтобы можно было каким-то образом ориентировать доверителя. Значит, что предлагаем сделать? Предлагаем в 323-й закон включить лица, которые имеют подтвержденную диагноз локачественного образования. Я об этом уже говорила. 803-й приказ исключить локачественного образования из перечисленных противопоказаний. Дополнить пункт 10-й порядка, где сформулированы показания для проведения программы ЭКО и переноса для консервированных эмбрионов. Дополнить пунктом Е, ну, просто исходя из той формулированной тех, точнее, структуры самого приказа, непорядка. Значит, дальше 31-й пункт, по пункту Б, пункта 31 порядка, который говорит о показаниях для клиент-инсервации материала. Предлагаем, соответственно, другую редакцию. Ну, и о том, о чем я уже говорила. И дальше будут 4 слаги, я их бегло пробегу, потому что я не могу кого-то цитировать, это просто был большой объем текст, который всем, я уверен, что если кто-то будет заинтересован, прочтет. Соответственно, должен быть дополнен разделом о показании медицинской помощи с использованием ВРТ и искусственной инсенцией у онкологических пациентов по аналогии с разделом 7 порядка. То есть просто дополнить 8 разделом этот порядок, где, соответственно, описать порядок оказания медпомощи пациентам такой категории. Ну, и у нас получилось, соответственно, 22 пункта. Ну, нарастающим итогом просто сформулировали, исходя из того, что на 102 пункте приказ заканчивается. Ну, и разработка формы информированного согласия на применение методов ВРТ в пациенту с онкологическим заболеванием. В следующий момент работают... Мы тоже проводим совместно с онкологами и, надеюсь, что можем в какой-то момент в отрасли предложить. Предложения по клиническим рекомендациям ВРТ и искусственной инсенцией – это не мои предложения. Я, как адвокат, конечно, могу только это транслировать, потому что я все-таки не специалист в этой сфере, не хочу себе ничего приписывать. Но, кроме последнего, конечно, необходимо устранить противоречие в терминологии, потому что какой-то прекрасный момент, может быть, просто опасно. Дальше... А, вот сделали... В общем, дальше вот четыре следующих слайда будут. Это как раз предложение в 803 приказ, вот этот вот порядок, восьмой раздел. Если кому-то, еще раз подчеркну, будет интересно посмотреть на эти предложения, а еще лучше принять участие в их подготовке, я думаю, что за это мы будем очень благодарны, все, кто в настоящий момент эту работу делает. Я бы просто была очень признательна за не только обратную связь, что здорово, хорошо или не надо этого делать, и так всего достаточно, но и за какое-то участие в формулировке, может быть, за какой-то свежий взгляд, потому что понятно, что это всегда хорошо, и 10 голов всегда лучше, чем 3. Сделали мы такую брошюру, она совсем недавно была выпущена, и помимо всего прочего там интересного, в том числе того, о чем я сейчас говорю, вот мы сделали формулировки для приказа, для порядка, начиная опять же со 103-го, и дальше. Я просто их пролеснула, ясно, что такой объем невозможно сейчас глазами охватить, да и не мысно. Но я их включила для того, чтобы было видно, что мы попытались сформулировать и показания, и противопоказания, и особенности. Опять же, здесь больше, наверное, врачебные вопросы, чем правовые, поэтому я могу только продемонстрировать и предложить всем заинтересованным специалистам принять участие, и, может быть, кто-то из онкологов подключится. Ну, в данном случае рассчитываем очень на участие специалистов в области ВРТ. Вот, поэтому, в общем, предлагаю. Ну, постмортальное. Вот сейчас я тут немножко про индустрия очень многое уже сказала, поэтому я просто еще раз напомню про то, что это лечение висполдия. Напомню про показания для креоконсервации. А дальше будет вот этот слайд. Значит, основные ограничения для использования биоматериала после смерти пациента. Это некий набор тезисов, который, ну, как бы является, наверное, мерилом всего для, ну, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, которые занимаются этим вопросом, правовыми вопросами, постмортальной репродукцией, точнее, разъяснения каждый раз, почему она невозможна, вопросами легализации детей, которые родились все равно, вне зависимости от того, что законодательство не содержит легальных механизмов постмортальной репродукции. Решение вопросов с наследственными правами этих детей, решением вопросов с алиментными обязательствами, решением вопросов с правом знать своих родителей, да, право ребенка, фундаментальное право, которое в Конституции, которое в Семейном кодексе описано, я не могу сказать, что оно носит декларативный характер. Еще раз с болью, да, могу только подчеркнуть, что клиники ВРТ решают этот вопрос, очень часто не исходят из норм закона, не исходят из того, из той лавины проблем, которая, так сказать, потом рождается из, так сказать, неправильного решения, но решают не медицинский вопрос, не правовой вопрос, а вопрос, скорее, социальный, и человеческого сочувствия, учитывая то, что в руках у клиник ВРТ есть механизм для решения. Упаковывается это по-разному, меддокументы очень часто не соответствуют действительности, не соответствуют, ну, которые оформляют, да, и в клинике, и делается это часто для того, чтобы, ну, скрыть фактически реальную картину, да, принадлежность этих половых клеток. Ну, сейчас у нас, в связи с 803-м приказом, который высказался относительно полного донорства в суррогатных программах, то есть там, где мы говорим о возможности применения суррогатного материнства или полного донорства, это вообще стало невозможным, тем не менее, такие кейсы есть, и уже после издания с утеплением силу 803-го приказа есть истории рождения детей суррогатными матерями с использованием половых клеток умершего сына и донорских лицеклеток. Вот, ну, в общем, основные тезисы, которые мы написали для того, чтобы отрасли оттранслировать, я понимаю, что это, наверное, как-то, как-то мне очень хочется про это думать, тем более, что у нас есть постоянно противоречие, такое, ну, как бы, не противоречие, это диссонанс, скорее, да, вот так будет более, более, наверное, правильный термин между возможностями, техническими возможностями, да, запросом, который бывает огромным в такой ситуации и вот этими правовыми ограничениями. Я бы, наверное, слово ограничение вообще бы здесь запрет даже написала, но ограничение вроде как более корректно. Значит, мы, соответственно, просим ориентироваться на то, что сохранение генетического материала умершего лица, для его последующего использования в чужих программах ВРТ, не является целью ВРТ, поскольку ВРТ это метод технологии для лечения беспроводия. Если речь идет о сохранении фертильности онкологического пациента, а также любого другого пациента, который здоров, то есть у него отсутствует какой-то диагноз акреоконсервация, сохраняя, акреоконсервация производится для, в принципе, сохранения половых клеток или как там было на слайде с рекламой написано, не хочу возвращаться к нему, не помню, значит, ну, в общем, решение вопроса родительства с выгодой, в случае, если пациент погибает, никакой бесплодия у него нет, никакая фертильность его не сохраняется. То есть лечение бесплодия лица возможно только в отношении того самого лица, чью фертильность сохраняет клиника ВРТ. И последний пункт, ну, или там последняя строка, да, вот в этой таблице необходимо, я понимаю прекрасно, что крайне трудно и даже, наверное, нет никакой необходимости на момент оформления этих документов отказывать пациенту, да, ну, мы отказываем, потому что мы понимаем, что вы все равно умрете, говорим мы онкологическим пациентам. Это невозможно произнести, мы все это понимаем, скорее всего, это даже обсуждается, но тем не менее, это не может быть причиной, да, то есть мы не можем это оставлять, это неэтично, это некрасиво, это не гуманно, и более того, всегда есть надежда на исцеление, мы не можем говорить, что это 100% произойдет, да, то есть это еще и, ну, в общем, мы так не говорим, мы правильно делаем, вот, но когда, поэтому, соответственно, мы не отказываем в этой услуге, но когда мы говорим об оформлении документов юридически значимых, да, а у нас их есть два типа, я сейчас не говорю о договорах, договоры-то отдельно, это просто, ну, регулирование правоотношений, а тип это заявление, тип это согласие, согласие это когда мне разъясняют, а я соглашаюсь, именно поэтому согласие на медицинское вмешательство предполагает, что сначала медработник все разъясняет, а пациент потом, как бы, акцептует, да, это предложение, то есть согласие является вторичным по отношению к объему информации, которую медицинский работник предоставил, а пациент, а заявление это активное волеизъявление пациента, то есть это указание пациенту на, пациентом клинике, как следует поступить, да, то есть это активное волеизъявление, в отличие от согласия, которое является пассивным. Так вот, тогда, когда пациенты оформляют и заявление на криоконсервацию, информированное согласие на медвешательство криоконсервации для последующего криохранения, потому что это вид вмешательства медицинского, здесь ничего не поделаешь, медицинские аспекты в информированном согласии должны быть отражены, исключительно медицинские, это тоже важно. Не надо в согласии информированной напихивать всякие обязательства пациента там по оплате и так далее, вот это все лишнее по другому документу должно быть. Так вот, здесь, когда пациент оформляет свое волеизъявление на распоряжение половыми клетками и в том числе после смерти, вот в этот момент он принимает это решение, он в момент, когда он ставит свою подпись, он таким образом указывает клинике, как необходимо поступить. На мой взгляд, это не должно быть фигурой умолчания, это необходимо обсуждать с пациентом. Более того, пациент, если мы говорим особенно онкологический пациент, это должно быть, вот у нас существует до тестового, после тестового консультирования на исследование ВИЧ-инфекции в МИНО законодателям в обязанность медицинской организации. В отношении онкологических пациентов хорошо бы, конечно, сделать то же самое. То есть, это особо уязвимая категория пациентов, которые нуждаются в дополнительном, ну, может быть, так как правовой консалтинг недоступен очень часто, да, и более того, ну, наверное, не всегда уместно, и вне контекста находится ориентация пациента, идите, пусть вам юрист расскажет. Более того, далеко не каждый юрист это еще может рассказать, тут тоже есть еще проблемы с нашей стороны, да, то есть, у нас тоже отрасль, в общем, какая-то вся очень узкая, поэтому, да не только в регионах, я хотела сейчас сказать, что в регионах не найдешь, но, с другой стороны, у нас есть интернет, то есть, это можно все сделать, но дело не в этом, дело в том, что в момент принятия этого решения, в момент оформления этих документов очень часто это просто недоступно, и иногда бывает просто неуместно, то есть, это не та ситуация, когда нужно отправлять к юристу, там, типа, да, это слишком формализует процесс, здесь, наоборот, клиника, медицинская организация, врач, юрист медицинской организации, может быть, должны уметь это рассказать, то есть, точно так же, как есть тренинги для администраторов, точно так же, может быть, даже есть смысл какие-то вот создать для такого рода пациентов эти тренинги, потому что, itar sizyzzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzyzy Здесь нет ничего экстраординарного, у нас действительно ряд государств вполне это допускает. Поэтому и точно так же платные медицинские услуги существуют для граждан других государств, так же как мы оказываем же медицинские услуги иностранным гражданам, туда тоже можно полететь и получить соответствующую услугу. Об этом нужно единственное, что честно говорить, потому что потом, когда эта ситуация происходит, мы сталкиваемся с запросами родителей, с запросами жен, с запросами мужа, хотя я не сталкивалась, может быть, есть такие. А нет, один раз, как раз один из клинических примеров, он в медицинской экологии не петрованный, был связан с запросом мужчины. Вот, соответственно, на половые клетки женщины. Так вот, в данном случае это необходимо все разъяснять, поэтому мы всегда за достоверность, за честность и за полноту, и за то, чтобы это не было фигурой молчания, и не было каким-то, чтобы это не выглядело, вот я сейчас своими именами назову вещи, и надеюсь, что все это будет правильно понято, что мы сейчас заработаем, вот сейчас мы это, хотя там 3 копейки за криоконсервацию и за криохранение, а дальше трава не расти. Вот что-нибудь потом случится, как-нибудь потом выкрутимся. Ситуация, вот это может быть решена вообще в самом начале. Пусть это пациенту сейчас будет не очень, может быть, приятно узнать, чем потом он сам или его близкий столкнулся с невозможностью вообще использовать этот биоматериал, что, в общем-то, рано или поздно наведет его на мысли, и у родственников как раз о каком-то коммерческом интересе клиники при отсутствии возможности использовать это в легальном поле. Значит, ну и последнее, раз уж у нас немного так времени осталось, но здесь и не так много говорить, да, это как раз про, сейчас я такой мостик накинул между предыдущей темой и вот этой темой, действительно и медицинским, и правовым решением проблемы вот невозможности использования после смерти пациента, биоматериал, если мы говорим про тканиколитивных органов и половые клетки, является криохранение уже готовых эмбрионов, потому что у эмбриона другой статус. Этот статус уже говорит о том, что он принадлежит уже обоим партнерам, и отсюда есть и плюсы, и минусы. Плюс колоссальный, на мой взгляд, в том, что после смерти пациента этот эмбрион может быть использован в программе ВРТ для его партнерши или для его партнера, хотя тут придется преодолевать, честно говоря, все тот же самый стеклянный потолок 55-й статьи, связанный с невозможностью применения программы ВРТ для мужчины. Но мне почему-то представляется, что в этой ситуации, не знаю, может быть, интересно было бы даже какой-то судебный кейс прокачать, но проблема, прямо скажем, а вот для партнерши это не проблема, то есть это можно будет использовать. И минусы заключаются в том, что в случае, если эмбрионы хранятся, и кто-то из партнеров захочет их утилизировать в случае изменения права в семейной ситуации, в первую очередь, то эти эмбрионы должны быть утилизированы. Мы про это уже говорили, здесь я тоже никакой Америки не открою, и, может быть, буду рада повториться, но если кто-то из клиник об этом каждый раз эту проблему решает, для себя, может быть, будет несколько легче. Вот такая красивая картиночка, я ее никогда не убиваю, она у меня качует из презентации в презентацию. Значит, легальная дефиниция эмбриона у нас есть только в одном законе, которому 20 лет исполнилось, о временном запрете на планированном человека. Очень нравится мне формулировка «временный запрет», предполагать, наверное, что в какой-то прекрасный момент закон будет пересмотрен и отменен, и вообще ситуация в области, так сказать, биоэтики изменится, и планированный человек будет доступна. Но пока что международный консенсус склоняется к тому, что недоступна, и поэтому в законодательстве этот закон сохраняется в российском праве, равно как и во всех других. Значит, больше нигде у нас во всем массе законодательства понятия эмбриона нет, только в этом законе, в статье 1, как раз в глоссаре. Закон, кстати, очень короткий, не очень интересный, и только, наверное, в первой статье можно его цитировать. Зародность человека на стадии развития до 8 недель. После 8 недель это, ну, у нас как бы закон не имел в виду, у нас, наверное, ничего другого, кроме как планирование человека, но если мы говорим о развивающемся эмбрионе в процессе беременности, после 8 недель мы говорим про плод, но так как мы говорим про отрасль ВРТ, то понятно, что креконсервация, креконсервация беременности происходит на сроке гораздо раннее, чем 8 недель, разумеется, поэтому, в общем, здесь, слава Богу, законодательство и в целом, да, наши и отрасли ВРТ дружат и одинаково понимают свои ключевые термины. Значит, я хочу рассказать коротко про несколько кейсов, которые состоялись в Российской Федерации, тоже судебные, связанные с попыткой признания эмбрионов наследством, сразу забегая вперед, чтобы сэкономить время, могу сказать, что вступившего в законную силу, который позволял бы эти эмбрионы признать наследством судебного акта, не существует, несмотря на то, что иногда они такие принимались, однако судьба их не зависит. Значит, гражданский кодекс у нас очень четко определяет, что такое наследство, не буду повторяться, все у меня читать, если, так сказать, презентация на экране, и никаким образом у нас эмбрионы сюда не подпадают. Более того, российское законодательство, российская практика здесь абсолютно в общем тренде с общемировой, потому что периодически в мире есть очень интересный кейс, который становится сразу публичным достоянием, потому что это очень интересная тема, более того, это, так сказать, тема на стыке права, этики, медицины, и более того, она как бы про нас, как про жизнь, как про высшую ценность здоровья, как элемент ее, и, так сказать, про фундаментальные права личности. То есть это не просто некое законодательство, которое регулирует отдельные области человеческой жизни, но это как раз законодательство, которое регулирует ее саму. Поэтому здесь, ну вот два слайда просто для того, чтобы мы понимали, да, что наше правоприменение, в первую очередь, законодательство, одинаково понимают эмбрион не как объект права собственности, не как вечное право, и, к сожалению, не как субъект. А может быть, к счастью, не знаю, я случайно сказала эту фразу, не особо задумывалась, хотела бы я, чтобы эмбрион был субъектом права, мне кажется, это больше вопрос религии и этики, наверное, но не вопрос права. Сейчас он субъектом права не является, и в гражданском кодексе право субъекта с момента жизни наступает, а момент жизни это с момента, когда по критериям живорождения у нас зафиксировано рождение живого человека. Значит, и это вот решение США, я так слайд прориснула, но тем не менее не прокомментировала его, где было принято решение о том, что никаким образом эмбрионом распоряжаться, кроме как решить вопросы о его дальнейшей имплантации, невозможно, несмотря на... Там решался вопрос как раз не третьими лицами распоряжения, а именно лицами, которые участвовали в создании эмбриона. Ну, по крайней мере, решение использовать такую формулировку в российском праве, это были лица, чьи половые клетки используются для оплодотворения. Постановление 2015 года Европейского суда по правам человека абсолютно аналогичное, более общее, потому что решение СКЧ основывается на конвенции о правах человека, отталкивается от того, была ли конвенция нарушена или нет, было ли национальное регулирование достаточным и допускало ли, возможно ли были те ограничения, которые национальное право налагает, ну, в данном случае, рассматривалось итальянское национальное скандалительство на субъектах права, является ли такое вмешательство государства в частную жизнь допустимым с точки зрения конвенции о правах человека. Вот и решение на обосновлении ЕСПЧ по делу парил против Италии, соответственно, точно таким же, и ЕСПЧ оценила статус человеческих эмбрионов точно так же, да, поэтому в данном случае российская судебная система, надо сказать, что на высоте, в качестве примера могу привести, я уже тоже по этому, по этому, по этому, я рассказывала, это решение Советского районного суда города Ростова-на-Дону, вот, где решался вопрос как раз о передаче эмбрионов в связи с тем, что скончался пациент, и супруга полагала, что эмбрионы являются этносредственной массой, и могут быть ей переданы на основание завещания. Следует отметить, что этот спор, наверное, не родился бы вообще, его бы не существовало, если бы муж не в заявлении о креоконсервации эмбрионов прижизненной не указал бы о том, что эмбрионы должны быть утилизированы после его смерти. Если бы такого более изъявления пациента не было, то в таком случае эмбрионы могли бы быть применены в ее программах ВРТ, то есть я здесь такого жесткого противоречия не вижу, в том случае, если бы его прижизненное более изъявление на этот счет было, а пациентке был бы установлен диагноз бесплодия, который, наверное, ей был установлен как на момент получения этих эмбрионов, так и на момент, был бы установлен на момент ее последующего обращения в клинику для их переноса полусматки, то есть не думаю, что это была бы какая-то правая проблема, абсолютно рутинная ситуация. Но пациент распорядился иначе, и пациентка пыталась, соответственно, признать эмбрионы наследственной массы. Но, исходя вот из тех формулировок, которые я цитирую здесь, это цитирование решения судебного, соответственно, было принято решение о том, что они не подлежат передаче, и впоследствии эти эмбрионы в клинике были утилизированы. Ну и, конечно, не могу не упомянуть, это предпоследний слайд сегодняшнего моего спича, это решение «Деванс против Средневного королевства», я думаю, что все про него знают. Если не знаете, обязательно посмотрите, потому что решение очень хорошее, очень понятно, оно очень хорошо написано на русском языке, это очень хороший перевод, точнее, оно написано не на русском, но перевод его официальный, очень интересный, и несмотря на то, что так же, как юристы, извините, медицинские тексты мы ваши читаем, исходя из вынужденного нашего положения, вы точно так не читаете наши, но текст интересный, поэтому я вообще его всем очень рекомендую, потому что помимо того, что он решает решение, причем это решение, обратите внимание, не просто европейского суда, это решение Большой палаты, то есть европейский суд пересматривает решение повторно по заявлению Эланс и решение ЕСПЧ, коллегии ЕСПЧ, было пересмотрено Большой палатой ЕСПЧ, то есть это выше уже не пройдет. И это очень интересная история, связанная как раз с онкологической пациенткой, которая решала вопрос о креоконсервации половых клеток, однако ей в итоге вопрос был решен иначе, были креоконсервированы эмбарионы, и они сразу поменяли свой правоостатус. То есть если бы это были ее собственные половые клетки, никаких проблем бы не было, ей предстояло лечение в связи с наличием ее опухоли, я не помню, в чем это было дело, но имейте в виду, какая у меня была медицинская проблема, кроме того, что это была онкологическая пациентка. Однако после получения этих эмбрионов в течение непродолжительного времени, через год, мужчина передумал и обратился в клинику с заявлением любых утилизаций. Именно препятствование этому и было причиной обращения Эванс в суд сначала Соединенного Королевства, она прошла все инстанции по Великобритании и в дальнейшем оспаривала законодательство, национальное законодательство Великобритании, которое позволило национальным судам принять решение не в ее пользу, в Европейском суде по правам человека, ну и, соответственно, оспаривала те решения, которые состоялись. И почему я очень рекомендую этот текст? Потому что там понятно, каким образом оцениваются именно химиноментальные права граждан. Это очень важно, потому что я сама сталкивалась, мне тоже, честно говоря, совсем непонятно, может быть, это у меня действительно уже искаженное юридическим образованием и длительным его применением как какое-то восприятие. Тем не менее, я сама сталкивалась с тем, что клиники ВРТ, причем очень уважаемые клиники, которые, в общем, на хорошем счету в отрасли и очень уважаемые руководители всерьез воспринимают мужчину в ситуации партнера или мужа в браке при лечении бесплодия как очень вспомогательного субъекта, совершенно не осознавая его абсолютно идентичного, равного права как на родительство, так и на отказ от этого родительства. Более того, я в качестве примера даже приведу в Кудышевском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалась дело, к которому мы не имели отношения, сразу скажу, это просто, ну, фактически случайно нам стало известно, а так как тема интересная, соответственно, я это там просто в суде обсуждала, да, в суде, который рассматривал это дело. Речь шла об ОМСовской истории, то есть пациентка получила направление, а направление получает именно пациентка, как вам известно, прекрасно, клиники, которые работают в ОМСе, и, соответственно, были получены эмбрионы из половых клеток ее и ее мужа. И впоследствии муж отказался от, ну, их отношения разладились, он потребовал утилизации, и пациентка оспорила это решение в суде. И клиника, причем это государственная клиника, ну, хотя это, наверное, не имеет большого значения, тем не менее, весьма уважаемый в Санкт-Петербурге, которая выполняла эту программу, руководитель отделения ВРТ всерьез транслировал в суду позицию, мы лечим пациентку, направление получено пациенткой, какая разница, муж вообще, у нас там даже не застрахованное лицо. То есть это, ну, на мой взгляд, это абсолютно дико, то есть я даже не могу какого-то более, наверное, не знаю, какого-то приятного слова употребить, потому что в данном случае речь идет о фундаментальных правах личности, о праве мужчины и праве женщины, которые являются абсолютно генетичными, и умаление права одного из них, права женщины, например, соответственно, непропорционально увеличивает право мужчины. Точно так же умаление права мужчины, в том числе и не становиться отцом, или не становиться отцом с конкретным партнером, точно так же непропорционально расширяет право женщины. И ЕСПЧ, рассматривая этот кейс, отдельно подчеркнул, что согласие на имплантацию эмбриона является совместным. И если часть его недействительна, то недействительна она целиком. Поэтому здесь как раз про это хорошо помнить, потому что, опять же, тоже простите за пафос, он абсолютно искренний. Отрасль ВРТ – это не стоматология, опять же, с уважением, с огромным отношением ко всем стоматологам. Это очень тонкая субстанция, с которой вы имеете дело, которая одновременно, помимо медицинского, носит точно так же и социальный и правовой характер. И про это нужно обязательно помнить. Я очень рассчитываю на то, что юристы, которые работают в ваших организациях, вас правильно ориентируют. Мы всегда рады, сотрудничая с РАВЧем, тоже бегло кого-то проконсультировать, потому что проблемы, которые клиники нам транслируют, они крайне редко являются уникальными. Они чаще всего систематизированы по одним и тем же темам. И вопросы утилизации эмбриона в случае, если один из партнеров не хочет их хранить, вне зависимости от того, что стоимость срока реохранения может быть оплачена, и вне зависимости от того, что ранее партнер предложил, точнее разрешил решать вопросы о судьбе эмбриона своей партнершей или супруги, он в любой момент это согласие может отозвать, в любой момент. И клиника обязана ориентироваться на вот эту сиюминутное его решение. Да, гораздо целесообразнее выстраивать правоотношения с пациентами и организационные процессы внутри клиники таким образом, чтобы второй пациент тоже в этой ситуации не был забыт. То есть клиника, получив запрос от пациента «Прошу утилизировать эмбрион», должна создать, точнее до того, как она получила этот запрос, она должна создать определенные скрипты, определенные стандартные операционные процедуры, каким образом она будет информировать другого пациента, каким образом будет, в какой срок утилизировать. Пожалуйста, определять этот срок сами. Вы не обязаны утилизировать сиюминутно, но тем не менее этот срок не может быть вечным. Он не может определяться сроком криохранения. Они вообще никак не связаны. Если пациент в своем заявлении просит утилизировать в трехдневный срок, ну, я с таким, честно говоря, не сталкивалась, но теоретически, наверное, можно попытаться в течение даже такого ограниченного срока информировать второго пациента и предложить им решить свои права в судебном порядке. Ориентировать их на судебный процесс, наверное, некорректно. Нельзя так говорить, идите в суд, оспаривайте это. Так не надо говорить, но тем не менее пусть у пациентки или у пациента будет поле для маневра. Пусть он решит его в интернете, к адвокату сходит, с друзьями посоветуется, с родителями, с кому угодно. Но тем не менее вопрос этот пусть будет решен за пределами клиники. Клиника в любом случае обязана волеизъявления пациента в этой части исполнить, вне зависимости от того, что она себе думает. Потому что клиника ВРТ не собственник этих эмбрионов. Клиника ВРТ не бог решать, кому оказывать помощь, кому не оказывать. То есть люди получили помощь, люди получили эмбрионы, которые хранятся у вас на основании платного договора, потому что за исключением некоторых ситуаций. Но тем не менее, опять же, Саратовская клиника бесплатно в течение года предлагает хранить. И хорошо. Но в данном случае, в любом случае, это субъекты, которые имеют право абсолютно распорядиться эмбрионами по своему усмотрению. Ну, как это распорядиться? Они, опять же, возвращаясь к тому, что я сказала выше, у нас 4 есть. То есть мы можем хранить дальше, мы можем транспортировать куда-нибудь, опять же, для того, чтобы делать там все то же самое, применить в программах ВРТ и утилизировать. Но есть еще донорство, но оно немножко так и с обмечком стоит, потому что оно другое право регулирования имеет, потому что мы его сегодня не говорим. Значит, ну и последнее, вот здесь вот указано, да, добросовестное исполнение клиника обязанностей по утилизации. Ну, это я сказала уже. Вот, в общем, мне кажется, я уложилась, осталось 4 минуты. Кто-нибудь еще есть со мной тут, или я сама с собой разговариваю? Подайте голос, пожалуйста. Алло. Ну, в общем, ладно, так как тишина от организаторов, наверное, это... Ну, не тишина, просто нужно время, чтобы подгрузиться к вам. У вас там вопросы, вы видели, да, в чате? Нет. Так, посмотрите, пожалуйста, там достаточно много вопросов. Буду мне, наверное, наверх отлиснуть и как бы сверху вниз идти. Так, вот я нажала, а вот вопросы. Нет, не вопросы, а чат вам нужно. Чат. Чат. Около прекратить вещание, там чат. Да, нашла. Сейчас как бы не нажать бы на прекратить вещание. Нет. Выйдите снова, мы вас не отпустим. Так, спасибо за добрые слова, я тут вижу. Спасибо всем. Так, будет ли возможность получить презентацию? Ну, это к организаторам, мне вообще не жалко. Да, я, услышав ваш ответ, сказала, что разместим на сайте, а видео будет на канале РАРЧ, тоже размещено. Так, если пациент выдает супругу нотариальную доверенность на подписание этого имени всех первичных меддокументов в протоколах ВРТ, насколько это правомерно с точки зрения Верховного суда? Ну, вот Верховный суд считает, что можно однократно, так сказать, эту опцию, и он должен подписывать лично. Вообще на подписание меддокументов доверенность выбить нельзя. Вот вообще-то нотариальная доверенность может быть выдана на совершение юридически значимых действий. Ну, это я сейчас больше рассуждаю сама с собой. Может быть, вы, наверное, не имели в виду первичные меддокументы-то. Ну, а какие документы подписывает пациент медицинский? Нотариальные документы врач подписывает. Если мы говорим про разнообразные заявления, то доверенность такая выдана быть может. Но вот Верховный суд теперь считает, что нужно ограничивать по количеству этих, ну, на один протокол. В примере, так он высказался. Так, не указано, отложено материнство, указано в том числе, значит, предполагаются иные ситуации. Не знаю, не могу я вот это прокомментировать. Это в 16.32 было по поводу, значит, отсроченного материнства, использования половых предок, в том числе, по желанию пациента. Законодательство так у нас устроено. Я вот тоже в данном случае ничего не могу сделать, что оно как бы со всех сторон содержит такие, ну, как бы, заборчики. Да, может, это не очень красиво там с точки зрения формулировки. Но главным ограничением является понятие ВРТ. До тех пор, пока ВРТ не является способом получения детей, а является способом лечения бесплодия, то вы не можете ничего делать в ситуациях, когда у пациента бесплодия нет. Ну, вот так написано. Поэтому хранение само по себе, пожалуйста, использование дальше, если нет диагноза бесплодия, либо нет отсроченного материнства, там где я это еще менее более как-то могу понимать, применение, невозможно. Вообще я здесь хочу отдельно, может быть, прокомментировать вот еще что. Закон, значит, законодательство, особенно не сам закон, не 323, да, потому что изменение федерального закона, это очень сложно. Я сама сейчас занимаюсь, он с ним там другой активистой. Вот, это непросто. Согласование его с федеральным органами исполнительной власти, которые за него отвечают, с лицами, которые будут его впоследствии вносить, потому что, да, вносить могут несколько там украинцев, группы депутатов. Вот, это все очень-очень непросто, но нормы, которые регулирует регулятор, то есть ваш здрав, они относительно мобильны. Поэтому то, о чем я говорила в самом начале, несмотря на то, что я, может быть, морально, это там сама лично, да, как физлицо условно, не очень разделяю. Вот, но тем не менее понимаю, что если есть запрос от, даже не пациентов, а от здоровых людей, да, к реконсервированию, если есть запрос от женщины, опять же, все в порядке. Ну, то есть, вот я понимаю, что молодая женщина, там, 25 лет, которая собирается строить карьеру, которая сейчас, допустим, какая-то нестабильная финансовая, социальная, собственно, там, жилищная и прочая ситуация, но вот, тем не менее, решает свой вопрос таким образом. Она решает вернуться к вопросу материнства, там, через 10 лет, или там, тогда, когда будет более благоприятная обстановка. Для мужчин никакого выхода законодатель не предлагает. Почему этого не сделать? То есть, есть отрасль, в которой это можно сделать. С технической точки зрения это все не трудно. Ну, я, опять же, извините, не брю, поэтому, с моей стороны, так звучит, как будто я сама это делаю, каждый день по несколько раз нет. Вот, но это, насколько я понимаю, все-таки для профессионалов какой-то трудности не представляет. И есть регулятор, который не видит этого запроса. В этом и проблема. То есть, по какой причине РАШ не может это инициировать? На мой взгляд, нет таких причин. То есть, мне кажется, что как раз изменение в приказ может здесь быть, несмотря на то, что это может создать точно так же правовую неопределенность, противоречие с самим 65-м статьей закона. Но когда-то нас останавливало. Но 703-й приказ и так содержит немало формулировок, которые, мягко говоря, размывают 55-ю статью закона, но, так сказать, рождают какие-то частности. Ну, в первую очередь, конечно, частичная донорация. Поэтому я просто предлагаю вопрос-то решить, потому что сейчас использовать этот материал, особенно мужской, практически невозможно в легальном поле, если не изобретать каких-то серых схем. Так, криво в целях страховки на случай потери фертильности. На момент криво в целях страховки на случай потери фертильности. Конечно, можно. Это вот 16-45 вопрос был задан. Возможно ли криво в целях страховки на случай потери фертильности? Я только что выше отвечала. Собрать можно, как использовать, самая большая проблема. Но если впоследствии эта проблема, ну, как ни странно, как это ни снично звучит, решается наличием диагноза, тогда можно. Причем неважно, это будет ли его фертильность, или фертильность с партнершей, или супругей. Ну, я имею в виду, проблема с ней. Это может, только, к слову, страховкой, наверное, не надо называть. Вот. А так вообще это все находится в русле приказа. Просто криоконсервация, она имеет еще потом финал в виде применения. Вот проблема там вся, она не в консервации, она проблема в применении. А для того, чтобы этих проблем было меньше, это нужно сейчас учитывать. И тут практически полтора часа я говорил как раз про это. Так, презентация опять, презентация. Так, право, статус клинических рекомендаций, протокол лечения в 2018 году имеет юридическую силу. Ну, в соответствии с 323-м законом, клинические рекомендации обязательны к применению. Единственное, там есть нюанс, надо посмотреть, что обязательно к применению только те, которые были изданы до определенного срока. Надо посмотреть, мне казалось, что здесь нет правовой проблемы. Ваш вопрос поставил меня в тупик. На мой взгляд, имеют, но я проверю, для того, чтобы вас не дезориентировать. Так, пациентка приходит в наш центр. Памы, СВПО, сперма заморожена в другом центре. Пациента мы не видели ни рано. Можем ли мы воспользоваться его замороженной спермы? Не знаю, все зависит от того, как запомнены документы. Если получить корректные документы от клиники, в которой она была заморожена, эта сперма, если клиника ими поделится, ну, на запрос пациента, конечно, не на запрос клиники, ой, слушайте, извините, вот, то все зависит от того, как там оформлено. Можно ли воспользоваться замороженной спермой? Если там можно, то да. Ой, слушайте, я что-то сейчас вас кашляю. Слушайте, а можно я по спину отвечу? Я что-то кашлю, ладно. Я сейчас не учу. Ольга Владимировна, как вам удобнее? Как удобно. Там есть еще просто ряд вопросов. Вы вам их прислать, и вы нам на них как-то... Вы хотите сказать, что можно разморозить, перенести эмбрион в спорте си пациента? Нет, нельзя. Я так не говорила. То есть в зависимости от того, как оформлены документы. То есть если у нас есть делегированное право на подписание, и если оно еще не израсходовано, то есть если у нас есть согласие, ну, имеется в виду, мы сопоставляете документы, видим, что оно у нас оформлено таким образом, то можно. Верховный суд говорит, что это можно акцептовать один раз. Так, не совсем поняла. Если один суд был бы подписал селение на утилизацию, а второй партнер против, клика должна утилизировать, да, должна. Нужно проинформировать второго партнера, но, на мой взгляд, нужно, потому что это этично, и в случае спора вы будете хорошо выглядеть. Закон не обязывает вас информировать. Но, с другой стороны, ну, я бы это сделала. У нас есть разработанное положение, мы, кстати, по-моему, его Радчу посылали еще в прошлом, после прошлого, в прошлой конференции Радч, которая, я забыла, где была, в прошлом году мы делали положение о этот самый... В прошлом году была в Сочи, роза-пудр. По-моему, тогда, по-моему, мы говорили об этом, ну, есть положение, ну, мы делали, по крайней мере, положение о консервации эмбрионов и предлагали всем желающим, ну, по-моему, даже я отправляла кому-то из... ну, в Радч, вот в широком смысле, в качестве файла, мы можем его отправить, клиники могут его использовать безвозмездно, то есть даром, где как раз указано, кто принимает решение, как сообщается пациентам, в какой срок, по каким адресам, как утилизируется, ну, там в Америке не открываем, там просто ссылки на Санфин, соответствующие, ну, утилизация биоматериалов. Вот, поэтому здесь мы можем помочь в этом направлении. Если биологический материал мужчины, стоявшего братья, хранится, мужчина умер, жена законно воспользоваться не может, клиника имеет право утилизировать, в какие сроки. Так. Мужчина умер, жена не может. Ну, я думаю, что клиника, наверное, имеет право утилизировать, даже, наверное, обязана, ну, потому что если он ничейный фактически, а в какие сроки, ну, я бы дождалась, наверное, пока не истечет срок оплаченного при охранении, ну, на всякий случай. Вот, хотя, в принципе, с момента, когда вы убедились в том, что он не может быть использован, любой рандомный срок, который сами себе установит. Не вижу проблем. Так. Опять про клинические рекомендации. Я не знаю. Я на самом деле проверю. Про клинические. Я уже поняла, что это второй вопрос. Эти на заболевание, да. Так. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Скажите, если сразу после прохождения программы с заморозки амбиона, супруги мобилизовали до факта заморозки. Ой, подожди, кстати, я тоже за счет с нами. Если сразу же после прохождения программы и заморозки амбиона, супруги мобилизовали. То есть, видимо, после... То есть, в какой-то вот маленький момент между оплодотворением и криоконсервацией, то есть пока культивируют эмбрионы, что ли, ну, из вопроса так следует. Супруги мобилизовали. Заявление на хранение оформить не успеем. Клиника теперь не сможет сделать перенос? Не сможет. Не сможет сделать перенос без его согласия. Даже если бы он... Ну, да, то есть, заявление можно было бы это указать, но не сможет. Так, можно ли положить положение? Ну, насчет вебинара, не знаю. Это как организаторы. Если это чисто технически возможно, я вышла его. Либо, ну, как считать? Да, мы приложим. Присылайте, Владимир Владимирович. Хорошо. Так, утилизация. Нет, утилизацию мы вышли. Положение, оно... Да, короткий промежуток культивирования. Так, что-то не надо. Правильно. Так, в общем, про клинические рекомендации я ответить не могу. Я проверю, потому что я что-то загрузилась сама. Так, про мужчину это разобрали. Каким документом в Верховном Суде? Это решение 2017 года. Я его тоже найду. Хорошо. Если бы было корректно его сюда внести. В презентацию. Так, согласие оба супруга. Срок действия согласия. Так, это вопрос 17.30. Оба супруга должны давать на каждую процедуру переноса эмбриона. Какой срок действия согласия? Я, честно говоря, даже не знаю, как ответить. Срок действия согласия. Его можно определить, а можно и не определять. Если его не определишь, то оно не будет ответственным действительным. Самое главное, что оно, согласно тому, как у нас Верховный суд судит, и вслед за ним, там, нежестоящие суды, оно одноразовое, вот в этом деле, дело. А срок его может быть неограничен ничем. Может быть, конечно, ограничен. Если пациенты его ограничили, вы должны находиться в сроке. То есть, если вопрос переноса возник после того, когда этот срок истек, то, наверное, согласие уже не действительно будет. Наверное, так. То есть, на самом деле, все... Мне непросто, честно, то есть, вы тоже, как бы, меня поймите, разобрать вот из короткого вопроса, достоверно, как бы, сделать такой стопроцентный какой-то правовой совет, в котором мы сильно уверены. То есть, естественно, вот у нас, когда клиники что-то спрашивают, мы говорим, дайте нам скан карты всей, дайте нам все согласия, которые пациенты понаписали, все договоры, которые мы выключали. Тогда как-то из этого можно нащупать правильную какую-то... Ну, пока что я вот так бы, исходя из вопросов, я бы так ответила. Вроде бы все. Так. А что такое... Возможно ли использовать клинициринопланных клеток после смерти, если имеется разрешение СК? СК это следственного комитета, что ли? Или кого? Я не поняла вопрос, извините. Я уже... Я не поняла вопрос. Анна Боценко спрашивает. Не знаю. Какое разрешение следственный комитет может дать на использование половых клеток после смерти? Я не понимаю, это не относится к полномочию следственного комитета. Но автор вопроса явно имеет в виду не его. Поэтому я не знаю. Это ответит. Ну, в общем, все. Мне кажется, я на все бегала, ответила. Если еще какие-то есть, ну, посылайте. Спасибо вам большое. Я думаю, да, уже будем... Спасибо вам огромное. Да, я такой интерес огромный вызвала. То есть и люди не уходят, и столько вопросов задают. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, очень интересно. Да, до свидания. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Через несколько минут вебинар будет закрыт. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. ... Спасибо.